Утро страны. На телерадиоканале Страна ФМ. Ну, наконец-то, утро страны. Мне кажется, раскачалось до той самой степени, чтобы к физическим упражнениям перейти. Но сначала представимся. Влад Кутузов. Валерия Майорова, конечно же. Доброе утро всем. Вот смотрю я на наши гости. Я же сижу как, вот так. Мне захотелось прям вот, знаете, спину. Итак, друзья, у нас в гостях сегодня, как мы обещали, пятикратная чемпионка России, абсолютная чемпионка Европы, чемпионка турнира Арнольд Шварценеггер Классик, заслуженный мастер спорта России, обладает титулом мисс фигуры Олимпии 2015 фитнес-гуру Юлия Ушакова. Юля, доброе утро. Спасибо, что пришло. И мне, кстати, еще пишут, вот, группка, забыли добавить, что по бодибилдингу Юля чемпионка. Правда? По бодибилдингу я не чемпионка, а заслуженный мастер спорта, а чемпионка по бодифитнесу. Мой спорт называется так. Какая прелесть. Вы знаете ли, тоже неплохо. Юль, ну вот с самого начала, с какого возраста ты начала заниматься спортом? Как ты вообще решила, что в этой области состоишься? Я начала заниматься совершенно другим спортом с самого детства. Это была спортивная гимнастика. И все было решено за меня. В этом возрасте родители решают, куда отправить детей. Но уже, наверное, к 14 годам я приняла решение поменять деятельность. И вот меня забрал мой тренер Евгений Колтун и сказал, ты будешь, если хочешь быть звездой фитнеса, слушайся меня. Я ему поверила. Так и случилось. Начала выступать. И что самое, наверное, в моем случае, можно сказать, это удача, что я с самого начала начала занимать призовые места и выигрывать. Это меня стимулировало еще больше. И вот как-то в каком нарастали победы. Слушайся меня. То есть получается, ты вообще такая послушная, покладистая и не споришь с тренером никогда? Нет, я с теми людьми, которые авторитетнее, умнее и мудрее, никогда не спорю. Особенно, если эти люди мужчины. А которые глупее, не авторитетнее. Что с ними спорят? С ними просто немножко по-другому разговаривать приходится. Ну, им со мной долго не получается. Но, видимо, в этом случае они уже с Юлей не спорят ни в коем случае. Юль, ну вот каждый конкурс, получается, что огромное количество у тебя всяких регалий. Но перед каждым новым конкурсом ты волнуешься или ты уже идешь и понимаешь, что я лучшая. Я это знаю, я сейчас просто выйду и увижу, и у всех побежу. Ну, если такой же вопрос задавать любому артисту, любому человеку публичному, то хороший профессионал всегда ответит, что правильное, умеренное волнение, оно должно быть. Оно подстегивает, стимулирует. И у спортсменов точно так же. Когда ты выходишь к людям и мотивируешь их, показываешь им свой результат, должно быть волнение. И я думаю, что не должно как раз-таки сидеть вот этой гордыни, которая «я самая лучшая». Конечно, где-то внутри корона такая должна быть, но она именно изнутри должна прорастать, а не снаружи. То есть все решают судьи всегда. И бывает, что самые великие чемпионы уходят куда-то, канут в лету. Бывает такое, что ты находишься на плаву, а потом появляется кто-то лучше. Ко всему нужно быть готовым. Но я всегда делала форму, которую сама считаю лучшей. И у меня есть свои принципы в своем спорте. Может быть, поэтому какое-то время я была, да, эталоном бодифитнеса. Но как раз-таки потому, что я несла именно свое направление утонченного, женственного, такого грациозного фитнеса. И всегда была против какой-то гипермышечности, перекаченности. Такой мужебабой я быть не хотела. Вот спасибо тебе большое за это. Да, это, кстати, друзья, абсолютно правда, потому что мы вот как раз Юлю такое и видим сегодня. Потому что когда вот перекачанная женщина, это уже немножко другие чувства. А когда вот Юля сидит, то Влад уже весь растаял. Друзья, Юля Ужакова у нас в гостях. Сегодня ваши вопросы, кстати, смело можете направлять нам в WhatsApp. Вайбер плюс семь девятьсот девять, девятьсот двадцать восемь один восемьдесят девять и девять. И также есть у нас пост в ВКонтакте. Пишите, задавайте вопросы по вашей фигуре, по вашим каким-то проблемным зонам. По нашей фигуре тоже. По нашей можете. Ждем. Ох, океан позитива, очарования и красоты у нас сегодня в эфире. Юля Ужакова. Юль, вот сказал ты такую фразу интересную. Я делаю свою форму. То есть получается, ты не всегда вот как-то стабильно в одной форме. То есть перед соревнованием ты берешь и выполняешь некий комплекс мероприятий, чтобы прям ух, всех поразить. Соревновательная форма однозначно отличается от формы бытовой. Потому что все-таки любые соревнования — это шоу. И нужно сделать такую форму, чтобы она была невероятная, чтобы люди смотрели и удивлялись, как такого можно достичь. В обычной жизни, конечно, любая женщина должна чуть-чуть иметь жирка даже для здоровья. Но теперь уже это нормально. Если раньше я боялась чуть-чуть поднабрать вес, то сейчас я понимаю, что иначе можно, правда, подкосить свое здоровье. Поэтому к соревнованиям, готовясь, буквально 5% жира остается. А это, честно говоря, не очень хорошо. Нужно всегда, сейчас уже все равно с каждым годом приходишь к тому, что надо выбирать где-то золотую середину, находиться в таком полном балансе. И спорт должен быть в жизни, и отдых. Если учитывать, что я с 2015 года не выступаю, то вот как раз я эти два года, три даже, уже ищу этот баланс, чтобы я и выглядела хорошо, и при этом чувствовала себя женщиной. Ну, то есть ты не выступаешь, но спорт-то все равно, он в твоей жизни очень плотно присутствует. Обязательно. Ну, уже от него мне не избавиться, как бы я ни хотела. Юля, вопрос к тебе как к целеустремленному человеку. Ты потрясающе выглядишь, но об этом не только мы, а в этом весь мир практически знаем. Факт есть факт. Скажи, пожалуйста, вот это же колоссальный труд, да, абсолютно нереальных масштабов, как мне кажется. Это для тебя все-таки больше удовольствия, или это вот такой труд сквозь слезы, пот и так далее и прочее, ты говоришь, надо, и я буду это делать. Не буду скрывать. Когда я готовилась к чемпионату мира последнему, у меня не было никакого удовольствия, хотя я об этом говорила, что процесс мне доставляет. Но я больше это говорила, чтобы саму себя убедить. Но я делала это вопреки своим желаниям. Я не ходила веселиться с подружками, у меня не было личной жизни. У меня в голове был в хорошем смысле фанатизм. И как вот, если взять любого спортсмена олимпийского вида спорта, пока он готовится к Олимпиаде, ему плевать на все. То есть должны быть надеты шоры, должна быть цель. И вот здесь уже баланс, гармония, здесь немножко не та тема. Если у тебя есть цель выиграть Олимпиаду, то сейчас все ресурсы, все силы, вся энергия уходит туда. Потом уже после окончания спортивной карьеры или во время межсезонья можно подрасслабиться. Но разве будет с моей стороны правдоподобно звучать, если я скажу, что сидеть на 20 граммах углеводов мне доставляло большое удовольствие? Не, ну мы бы этого точно не поняли. А срывы на тортик бывали у тебя? Вот прям вот так вот, что раз тебя не помню, к холодильнику и ешь этот торт. А срывы были раньше, наверное, ну в середине карьеры. Уже под конец настолько выключается вот эта эмоциональность, что даже срывов не было. Была немножко такая отчужденность. И если я на чем-то и срывалась, то это просто на количестве диетической пищи. Слушай, у нас осталось буквально 40 секунд. Мы потом поговорим о том, как обычному человеку переключиться вот на этот настрой, да, встать на рельсы. А у тебя же мастер-класс совсем скоро будет, да? Пару слов о них скажи. Совсем скоро у меня буквально с 3 марта будет фитнес-тур на Бали, куда я всех с удовольствием приглашаю. Вся информация есть у меня в Инстаграме, Юлия Ушакова и в аккаунте ProTripFitnessTours. Слушайте, а там сезон, мне кажется, тепло. Да, там я как раз-таки ввожу в фитнес-жизнь тех, кто не очень хочет выступать, но хочет хорошо выглядеть. В общем, друзья, надо приобщаться к этому делу. Как-то мы скоро вернемся к вам и продолжим. Утро страны на телерадиоканале Страна ФМ. А утро, между прочим, сегодня у нас не простое, а спортивное. Мы вот чувствуем прямо с Кутузовым, как мышцы подтягиваются у нас. Да, Юля Ушакова у нас в гостях, и все интереснее и интереснее. Мы разбираем дебри. Да, Юль, вот нужен твой совет. Совет для обычного человека, но, к примеру, для меня. Да. Про Леру не буду говорить. Ну, я что, у меня щеки. Смотри, вот ты говорила о том, что олимпийский там или просто спортсмен профессиональный, да, или вот ты, допустим, ты настраиваешься, и тебя больше ничего не интересует. Есть цель, и к ней нужно идти. Обычному человеку как поступить? Я сейчас попробую адаптировать этот вопрос. Ну, вот каждый из нас, из обычных людей, с 1 января или с понедельника говорит, я начну заниматься физкультурой, сяду на ЗОЖ, диета, прочее и так далее. И, как известно, 99% случаев, в понедельник, 1 января ничего не происходит, ты живешь той же жизнью. Как вот заточить свое состояние, свою психологию на то, чтобы вот упереться, забыть обо всем, что существует, и идти вот к цели, ну, хотя бы более-менее не к профессионально-спортивному состоянию какому-то, а вот более-менее себя в порядок привести? Что нужно сделать, чтобы щелкнул тебя в голове? Я люблю говорить о том, что все находится в голове. И любая мотивация — это собственное решение. Мотивация не может быть вот взята из ниоткуда. И мой посыл всегда тем людям, которые только хотят, говорят, что я хочу похудеть. Я-то знаю их гораздо больше даже, чем вы таких людей, которые хотят похудеть, но для этого ничего не делают или откладывают постоянно. Просто в их представлении нету конечного выхлопа, конечного вида себя. Они не визуализируют, они не представляют, как может измениться их самоощущение, жизнь, восприятие себя. И любые результаты, которые уже есть, они стимулируют на еще более новые. Просто люди часто опускают руки, когда два дня посидел на диете, ничего не получается, вес не ушел, такой же жирный, да и ну и ладно. И дальше опять трескать салатом. Зачем ты про меня рассказываешь? Нет, ну на самом деле, вот Юля сейчас правильный момент затронула, что действительно, ну правда не два дня, вот бывает, ты ходишь три месяца в зал, а результата ноль у тебя. То есть у тебя все болит, ты там как бабушка старая, не можешь наклониться, у тебя спина, у тебя руки, у тебя ноги. Но ты такой же абсолютный, ты так же не летаешь в жизни. Слушай, а кстати, да, люди же разные, да, что один сделает за год легко, другой занимается три года, и ничего не происходит практически. Поэтому нужно сразу себя настраивать на то, что результат может не появиться быстро, и адекватно, когда ты оцениваешь свои возможности, можешь распланировать вообще все мезоциклы своего улучшения, да, скажем так. Поэтому в одиночку сложно, поэтому сейчас очень много разных проектов, много марафонов и объединения тех людей, которым легче действовать сообща. Во-первых, это здоровая конкуренция. Когда ты один садишься на диету, ну непонятно, вроде не с кем сравнивать, да, и никто тебя не стимулирует. Очень хорошо делать это с кем-то. Мой большой совет. Если села сама на диету, посади туда еще подругу, откинем все зависти и все прочее, лучше, правда, действовать сообща. Нужно себя постоянно, опять же, визуально стимулировать. Я ни в коем случае не говорю о том, что создавать себе кумиров, но, по крайней мере, все мы листаем Инстаграм постоянно, да, и все мы смотрим с каким-то таким чуть-чуть недоверием вот на этих фитоняшек, которые с плоскими животами выкладывают свои селфи. Но, тем не менее, можно и из каждого такого аккаунта почерпнуть для себя что-то новое. То есть видеть, как люди могут выглядеть, это очень важно. Поэтому нельзя закрываться, и нужно всегда просто для новой информации, для всего быть открытым. Ну и, конечно, я сторонница постановки конкретной цели в конкретное время. Я не люблю говорить о том, там, 2 килограмма, 3 килограмма, то есть самое главное, не сколько ты весишь, а как ты выглядишь. Ой, Юлечка, по поводу цели очень интересная тема, давай продолжим ее чуть позже. Юлия Ушакова у нас в гостях, друзья, скоро к вам вернемся. Утро страны на телерадиоканале «Страна-ФМ». Друзья, доброе утро, утро страны на телерадиоканале «Страна-ФМ» продолжается. Фитнес, я без регалий, можно так быстренько, фитнес-гуру. Да, все в этом слове. Спортсменка Юлия Ушакова у нас в гостях, продолжаем наш разговор. Слушай, ну ты в прошлом выходе уже достаточно много сказала про цель, но я так понимаю, что цель, она должна подкрепляться какими-то психологическими моментами. То есть вот доска для визуализации, это вполне себе такой момент, который может вам помочь. Обязательно, должна. Ну и что, там должны быть роскошные женщины? Цель себя должна чем-то подкрепляться. Вообще у каждого человека же она разная цель, потому что она зависит от ценностей. У кого-то, особенно это женщин касается, многие это делают ради мужчин. Особенно свободные девушки сильно рьяно худеют, и у них это, в принципе, получается лучше даже тем, чем у тех, кто в таком долгом замужестве находится, и вроде мужу все нравится. Поэтому цель должна подкрепляться своими собственными убеждениями о внешней красоте. И прежде всего это не должен тебя никто заставлять извне, потому что это как с алкоголиками. Его никто не заставит бросить пить, если он сам не решит. То же самое с едой. У человека для некоторых людей отношение с едой это как с наркотиками. Зависимость, да, абсолютно верно. Есть зависимость абсолютная, потому что для некоторых это единственное удовольствие. Это про меня сейчас. Обычно бывает так, что и люди, и женщины, и мужчины заедают какую-то нехватку эмоций, нехватку впечатлений, событий. Если ты живешь офисной жизнью, да, с утра просыпаешься, идешь на работу, там твои коллеги с печеньками, чаем за компьютером весь день сидят, перемывают кости другим коллегам, да. И, в принципе, кроме как пути от дома до метро нет никакого движения, да, конечно, ну, такой образ жизни, он подразумевает нехватку впечатлений. Нужно поэтому себя какими-то действиями заинтересовывать. И я вот всегда, когда начинала сама собственную диету, я делала так. У меня есть каждый прием пищи, он выверен, он имеет определенное количество. Вот я из тех людей, которым шведский стол нельзя давать в руки, нельзя просто ставить, берите что хочешь, мне нужно, чтобы у меня было сколько я съем, все. То есть ты как нормальный человек в этом случае будешь брать все, что хочется, да? Да, я как нормальный человек, особенно вот эти все новогодние столы, для меня это гибель, потому что я начинаю все пробовать по чуть-чуть, потом по второму кругу. И в этом смысле я людей понимаю. А что, потом целый день на морковном соке и все? Ну, это тоже, это так категорично, потому что сначала ты сильно много ешь, потом сильно мало, и тут же отеки могут быть и так далее. Вот, но нужно просто представлять и вспоминать для себя состояние легкого насыщения, но без переедания. Вот в этом состоянии ты должен себя зафиксировать и стараться не выходить за пределы, то есть барабан не отращивать. Ну, это тот случай, как врачи говорят, ты должен, диетологи вернее, ты должен съесть столько, чтобы чувствовать легкий голод после того, как вышел из стола, да? Да, да. Вот это ощущение нужно запомнить и всегда после приема пищи занимать себя каким-то делом. Слушайте, а как же вот впрок наесться, вот прям вот, чтобы потом не захотеться? Я никогда не понимал эту фразу. Что значит наесться? Это как выспаться впрок, знаешь, ну как? Это вот как пообедать, да, первый, второй, третий компот и лечь спать на два часа. Ой, хорошо. Ой, душевно прям не могу. Это то, чего нельзя делать ни в коем случае, да? Это нельзя делать, если хочется похудеть, то, конечно, без первого, второго, третьего, и тем более без сна последующего. Юля, а вот еще такой момент. Если человек быстро худеет, это же не полезно тоже? То есть прям стремительно? Это не полезно. Все, что происходит быстро, всегда же мы подчиняемся компенсации. То есть если быстро похудели, то есть вероятность быстро либо жидкость набрать, потом снова, либо тот же самый вес, да, жировую клетчатку. Ну, самое полезное, это постепенно входить в диету и выходить из нее так же. И причем стараться делать это не как единоразовый какой-то, да, эксперимент над собой, а втянуться и образом жизни сделать свое правильное питание. Ну и вообще, вообще, как для мужчин это приятно, когда он ведет девушку в ресторан, а она вот ковыряет салатик. Или вообще ничего не есть. И не вообще не говорит, да, и просто послушает тебя, говорит, давай. Конечно, ну в этом смысле такие девушки очень экономичные для мужчин. Друзья, Юля Ушакова у нас в гостях, мы скоро к вам вернемся. Но все наши мысли и в кадре, и за кадром, а не о том, как, собственно, приобрести себе вот эту вот форму, которую на своем примере, конечно, демонстрирует наша гость Юля Ушакова. Юля, а сколько вот времени? Ну, вот, я не знаю, в среднем варианте понятно, что все люди разные. Но, допустим, можно ли за три месяца к пляжному сезону вот начать с первого марта и первое июнь уже прям хлоп и быть красоткой на пляже? Получается, получается, март, апрель, май, ну, три месяца, это нормально же, да? Конечно, можно. Если, во-первых, не нарушать, не срываться, если делать все последовательно и регулярно. Ну, еще зависит все от начальной фигуры. Если она 120 килограммов, конечно, сложно быть идеальной красоткой с модельным телом, правильно? Правильно. Чудес-то не бывает. И самое оптимальное – это два-три... Первый вес уходит быстро, то есть сначала у нас уходит весь балласт, вода, и обычно буквально уже через неделю килограмма два-три у некоторых мужчин и четыре уходит лишних, если это действительно такой вот прям большой начальный вес. Вот. Но за три месяца хорошей, плодотворной, упорной работы можно настолько визуально измениться, что это будет замечать окружающие. То есть это не менее трех раз в неделю? Да, три раза в неделю. Регулярное кардио. То есть кардио-тренировка – это час ходьбы либо легкого бега. Но это должно происходить стабильно, и это должно быть в промежутках между силовыми тренировками. Слушай, а вот правда, что уже опровергли миф, что нельзя есть после шести? Можно же кушать что-то такое белковое, да, там, креветочки, курочку? Конечно. За сколько часов доставать? Тем более, что среди нас много сов, которые ложатся за полночь. И если человек, который ложится в 12 или в час, поест в полшестого, допустим, то утром он съест в три раза больше на завтраке, чем мог бы. Первого, кто ему попадется, он сразу съест. Да. И вместе с ложкой, и тарелкой, мне кажется. Поэтому главное просто к вечеру, уже ко второй половине дня сокращать количество легкоусваиваемой пищи, легкоусваиваемых углеводов. И переходить уже больше на белковую, на ту еду, которая не повышает сильно выработку инсулина. Поэтому самый наш большой враг худеющих – это, конечно, углеводы. Мы их можем есть в хорошем количестве на завтрак и даже на обед, но к ужину нужно переходить на белковую еду. Это либо мясо, рыба, овощи. В овощах вообще просто простор для всех. Можно и печеные, и свежие. А вот оливковое масло можно туда добавлять? Масло, в отличие от углеводов, не так опасно для фигуры. Поэтому хорошее оливковое или тыквенное, льняное, любое другое масло – это отличная заправа. Льняное. Про сливочное боюсь спросить. Льняное прям мере. Льняное, согласна, оно невкусное, такое специфическое. Как рыбий жир, оно горькое. Зато какое полезное. Зато какое полезное. Слушайте, а вот теперь возрастной вопрос. Сейчас неожиданно, Юль, вопрос, который ты не ждала вообще абсолютно, Олег спрашивает, прислал. Задайте, пожалуйста, вопрос Юлечке о тем, кто хочет набрать вес, что делать? Набрать вес? Да, человек какой-то худой всю жизнь. Я обожаю таких людей, которые, вопреки всем остальным, хотят набрать. И здесь уже, кстати, это тоже большая проблема для многих. Так же, как для нас похудеть. Я, причем, видите, себя к вам. Спасибо большое. Так что для людей, которые набирают. Не обоснованно. Нет, она дает нам надежду. Просто нужно заставить свой организм усваивать. Они не могут усвоить зачастую белок в том количестве, которым едят. Поэтому именно силовыми тренировками, тренировками с большими весами, под контролем тренера, можно очень сильно улучшить свое усвоение. Да, в общем, Олег, качайтесь, и все будет у вас замечать. Да, и ешьте белок. Мы продолжим скоро, друзья. Друзья, еще раз всем доброе утро. Юлия Ушакова у нас в гостях. Сегодня в потрясающей, находится в форме. Впрочем, как и всегда, мы выпрямляемся все свои спины. Да, 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 вот мы выпрямляемся, да. А я вот что хотела сказать, возрастной этот вопрос. Понимаешь, Юля, вот ты начала, допустим, в детстве занималась серьезно спортивной гимнастикой. В 14 лет ты уже начала заниматься фитнесом. Аж подавилась от радости. Ты скажи, а вот для людей за 30 или даже за 40, насколько применимо вот начать так с нуля? Что нужно, где нужно себе постелить соломки, чтобы вот хуже здоровья не сделать? На этот вопрос я всегда люблю дискутировать с мамой моей, которая всегда почему-то считает, что ей уже поздно. Да ладно, я уже все, не могу заниматься спортом. Но это все не так. На самом деле, люди начинают, я вам более того скажу, и выступать на соревнованиях за 40 лет будучи. Поэтому никогда не поздно. И самое, что главное, это не торопиться, не форсировать события, не стараться сразу взять и все успеть. То есть аккуратненько, потихонечко. Да, сначала начинаем с самых простых упражнений. Сначала померили давление, сердечный ритм. Конечно. Прошлись, спустились спешочком по лестнице, проверили, возможно ли это. Потом поднялись. И любые тренировки нужно тоже начинать под присмотром хорошего специалиста. И он уже будет постепенно увеличивать нагрузку. Только так. Потому что разочарование людей, которые пришли в зал из первой тренировки, уничтожили свои суставы, это самое великое, наверное, разочарование со времен тренажерных залов. А это сделать легко достаточно. А это очень легко. Поэтому в первую тренировку можно так себя. А причем многие же как еще? Даже взрослые люди приходят в зал и говорят, нет, пожалуйста, самого терзающего тренера, который из меня побыстрее сделает красоту. Но тренер, даже чтобы показать свой профессионализм, делает действительно энергозатратную тренировку. Затем в следующие три дня у человека все болит. Потом начинает хрустеть спина. И отсюда возникает уже полная уверенность, что тренажерный зал это не мое. И я пойду лучше в бассейн. А вот вы сейчас удивитесь, я как-то ходила в тренажерный зал. И меня вообще заставили с пустой вот этой планкой приседать. А подружка у меня приседала прям с такими блинами. Ну и что? Теперь она коленки лечит, бедная. Но мы ее очень хвалили, да, говорили, что не очень получается. Ну вот это и есть ошибка. Не нужно торопиться с маленьких. Даже я, хоть я и спортсменка много лет, но у меня был перерыв в тренировках. Мне абсолютно не стыдно, когда я приседаю с пустым грифом при девчонках, новичках, которые там что-то себе уже вешают. Это не главное вообще показать, на что ты способен. Главное делать это ради своего здоровья. Да, кстати, Лера, это называется гриф, а не планка. Планка это другое упражнение совершенно. Слушайте, ну, вот вы тоже, Влад, не знали. У нас буквально минута остается. Юль, давай, может быть, еще раз, если кто-то хочет, да, такие люди наверняка есть, поехать за тобой. Да, конечно. На юга. Вот. Привести себя в порядок. Вообще фитнес можно начинать не только с рабочего городского режима, но и в режиме фитнес-тура. Гармония как раз. И отдохнуть, да, заодно. Я с 3 марта по 10 набираю группу на Бали. У нас будет отличная программа, спортивная, и мы успеем и позагорать, и отдохнуть. Вся информация в аккаунте инстаграма про трифитнес-турс или у меня, Юлия Ушакова. Там и теории, и практика будет все, да? И теория обязательно, без теории не будет практики. И наоборот. Ну что, пора заканчивайся. Юлечка, огромное тебе спасибо, что ты пришла. Нам пора в спортзал, моя байорка. Ну да, 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 и майонезом, да, заполировать. Юль, во-первых, спасибо тебе за вот эти светящиеся глаза Влада Кутузова. Он любовался целый час. Спасибо тебе за те рекомендации, которые нам дала. Ну и огромное тебе спасибо за твои успехи. Пожалуйста, рады и насы. Юля Ушакова была у нас. Спасибо большое, приходи. И вам спасибо большое. Пока.